Давай так, смотри. Первый такт поешь в темпе оркестра. И постепенно идешь к своему темпу, как тебе удобно. Но ни в коем случае нельзя делать это риск. Постепенно. Летняя школа Эльдара Абдразакова, которая так потихонечку-потихонечку развивается, в этом году очень много было желающих. А какие критерии у вас внутри были? Потому что когда ты слушаешь сам эти четыре сотни заявок. 476. Ну почти 500 получается. Это же можно, мне кажется, как бы ты внимательно не прислушивался, все в какой-то момент начинает смешиваться. Ну я начинал с того, что у меня было две папочки. Одна папочка хорошая, вторая папочка не очень хорошая. У меня получилось из хороших 300 человек. Вот этих 300 нужно было еще раз послушать. Здесь я уже сел, досконально еще слушал. 29 человек я отобрал. К сожалению, один не приехал по семейным причинам. И 28 человек буквально на днях выступали здесь на этой сцене и проходили прослушивание. И прошло 12 человек. 12 человек это уже те ребята, с которыми мы сегодня работаем. А вам везло на педагогов? Да, великолепные педагоги. Начиная с моего первого педагога, это Миша Галейна Муртазина, с которым мы много лет работали. Я к ней пришел совсем юным мальчиком, мне было 14 лет. Мы с ней тогда поначалу аккуратно занимались, ну, раз в неделю. Может быть, даже и реже. Потому что такой был возраст, когда нужно было аккуратно подходить к вокальному аппарату. А после того, как я уже закончил среднюю школу, я к ней поступил в Институт искусств. И проучившись 4 года, я приехал сюда, в Санкт-Петербург, на конкурс Римского-Корского. И получил гран-при. И тогда меня услышал Валерий Гергев и пригласил в Мариинский театр. И вот в 21 год я стал солистом Мариинского театра. Вы сейчас вспомнили про Валерия Гергева. По-моему, это я в одном из ваших интервью прочитал, что как раз, когда вы пришли, чтобы он вас прослушал, вы сидели у кабинета, и он вас слушал чуть ли не в 2 часа ночи. Да, совершенно верно. Но был спектакль. И мы знаем, что Валерий Писалыч очень занятой человек. Он не только музыкант, он еще и директор. У него куча людей всегда вокруг него с бумагами, с документами, с своими какими-то вопросами личными. И мне, как молодому, совсем только начинающему певцу, естественно, пришлось ждать своей очереди. Но моя очередь наступила в 2 часа ночи. И в 2 часа ночи еще из театра никто не уходил. Свет горел, в зале свет горел, меняли декорации. Он попросил всех уйти со сцены, меня поставил посреди сцены. Говорит, пой. А сам пошел в зал. Так я ему пропел что-то, то, что знал. Тогда я помню, Коватино Олегу пел. И все, он говорит, хорошо, завтра тебе позвонят. Как вы провели следующие несколько часов? Ну, я, конечно, всю ночь не спал, ждал звонка. На следующий день мне позвонили, но только уже вечером. То есть я, получается, не спал до вечера. Все ждал, 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 ходил. Что же будет, что же будет, как же быть. Вечером позвонили. Говорит, Эльдара, завтра приходите, мы вам дадим клавир, свадьба Фигарова. И, пожалуйста, выучите роль Фигару, и у нас будет новая постановка. Один из образцов оперного искусства, вы про это говорили сами, и говорили, что с удовольствием участвуете всегда именно в этой постановке Бориса Годунова. Это 1948 год, Большой театр. Вот вы долго до роли, до образа, до партии Бориса Годунова шли, опять же, говоря про карьеру молодых певцов, да? Ведь нельзя в 20, наверное, лет спеть Бориса Годунова. Или можно, но ты сделаешь это не так? Можно. Безусловно, есть примеры, где мои коллеги певцы пели в 20 лет. К глубокому сожалению, знаю, что некоторые из них сегодня уже не поют, хотя мы молодые ребята. Очень важно подобрать правильный и нужный репертуар. Голос может быть изначально уже от природы, да, от природы поставленным, красивым. Но Борис Годунов, это, ну, скажем, это топ. Это как Гамлет, да, в Шекспире. Вот, если ты начинаешь с Гамлета, то другие роли тебе неинтересно будут уже петь. Мусорский позволяет, вообще русская музыка позволяет немножечко расширить рамки. А европейская нет. Европейская, все должно быть четко, как написано. Композитор. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да. Вот ты так же и должен петь. В русской музыке. Вы разбираетесь в опере, в музыке? Гляньте, в лицо Эльдару Абразакову сказать, что я разбираюсь, было бы в своей стране. Я вам сейчас просто популярно разложил. Я так вот рассказываю своим детям, да, как вот, чтобы они поняли. Как-то сказали, что когда получили только еще заслуженного артиста России, обычно артисты говорят, ну, мне это не важно, все эти регалии, ну, как бы я пою или там играю ради искусства. Вы сказали, что для вас это важно, потому что это в определенной степени признание твоих заслуг. Мне кажется, для каждого артиста это важно и это почетно. Теперь, когда вы получили уже государственную премию России, это у вас какие-то особые эмоции, ощущения были после этого? Что чувствует человек, который вот так отмечает страну? Ой, приятно было, честно. За вот эту оценку, главное, за оценку моего труда. Это совокупность всего, то, что мне дала моя Родина. Это и педагоги, можно сказать, из моего алмаза голоса сделали какую-то огранку, которая сейчас немножечко блестит, будем так говорить. Пока еще не бриллиант, я не хочу говорить, знаете, какими пафосами. Это все-таки работа огромного, мощнейшего коллектива Мариинского театра. Это работа с маэстро Гергию, безусловно. Это большая вокальная школа, которую я получил здесь. Для меня очень почетно и большая честь получить вот это признание. Субтитры создавал DimaTorzok